я думаю чайку мы заварим сегодня у нас что там тема заявлена я название в деталях забыл зачем детали главная суть основная это донести что такое улун как его выбрать для себя не расплескать его да в принципе зацепить где-то найти что зацепить и соответственно максимально применить для того чтобы это было ну во первых тогда коротко о лунных вообще как о чаях у луны ну часто говорят всякие присвоят им эпитеты то есть это чай несовершенство самый лучший самый ароматный самый сильный самый горный чай поэтому вкратце давай попробуем разобраться что здесь есть а чего тут нету но в действительности в действительности у луны это мир китайского чая в миниатюре что здесь интересно что не выходя за рамки допустим у лунских чаев можно найти практически любой чаю ощущение в чае допустим есть слабо ферментированный улун то есть любой углом полу ферментированный у него красные края и зеленая серединка то есть края имеет свойство красного чая серединка имеет свойство зеленого чая есть зон перехода который чая и не красный и не зеленый уже может быть за счет наличия вот этой зоны перехода, удивительной, и открывается необыкновенная палитра ощущений в чае. У луны бывают очень нежные, светлые по цвету настой, которые близки к, допустим, зеленым, белым, желтым чаям. Бывают у луны более насыщенные, которые близки к красным чаям, и по форме они выглядят по-другому. Бывают у луны, которые сильно прожарены, которые обработаны, которые либо состарены, как шу-пуэр, либо просто являются чаями старыми, то есть которые хранятся во времени и взаимодействуются. Со временем вступают с ним в особое творческое взаимодействие, развивают свои качества во времени. Поэтому есть все действительно в этом чае. И оставаясь в рамках лунских чаев, можно получить почти любое чайное ощущение. Вот это в чае лунском очень здорово. Но при этом есть еще понятие качества именно этих ощущений. Потому что помимо того, что этих ощущений много, они еще обладают некими качественными особенностями, характерными только для улунских чаев. Десятилетний улун шу? Десятилетний уэр рассыпной, похожий на улун, который называется слун лао чаван. То есть и это тоже присутствует. Да, и это тоже присутствует. Так вот, что в улунах особенного? Действительно, как правило, чай горный, часто высокогорный. То есть большинство улунских чаев, которые сейчас известны, растут свыше тысячи метров. В некоторых случаях почти до трех километров. Что там важно? Почему? То есть в горах чего важно? В горах процессы при приготовлении чайного листа проходят совершенно по-другому, потому что содержание кислорода атмосферного воздуха, содержание кислорода в атмосферном воздухе, там разреженная атмосфера снижена. Соответственно, процессы окисления другие идут. И многие другие процессы, которые лист проживает, когда его делают. Потом в процессе роста баланс идет какой? Что большая разница, большой контраст между ночными и дневными температурами. И за счет наличия вот этого большого контраста температур, но все, кто был в горах, знают, что утром встаешь, прям совсем-совсем холодно, ночью еще холоднее, а днем прям жарко, когда солнце зенитит. И вот этот контраст ночных и дневных температур, он дает особенность формирования букета. Чая в формировании структуры, да, листа. Чаи горные улунские обладают особой мягкостью, особой душистостью. То есть горы, улуны это, во-первых, чаи высокогорные, во-вторых, улуны это чаи, которые делаются из крупных чайных листьев. Есть только одно исключение. Знаменитый улун Донфан Мейжень, восточная красавица, он делается из маленького листа и из почки. Но исключений в улунских чаях много. Эти исключения не только подтверждают правила. И в улунах есть также невероятное разнообразие букетов. Вот мы тут сравнивали один конечный дом, знаменитый, и его описание вкусов букетов их продукции с описанием букетов чаев. И в улунах, на мой взгляд, есть три основных темы вкусоароматических. Вот это к вопросу, как выбрать улун. Есть улуны цветочные, есть улуны фруктовые, а есть улуны странные. И в зависимости от того, чего хочется, цветочного ощущения, фруктового или странного, можно выбрать тот или иной чай. И как это сделать? А как это сделать? Так послушать себя, что тебе в данный момент ближе. Допустим, если тебе хочется прямо в цветочной оранжерее, в цветочном бутике, в саду каком-то цветущем побывать, мы тогда обращаем свое внимание на чайки гуанин. Вспомнили, например, то время, когда влюбились? Какой-нибудь весен, май. Ландыши, сирени, воздух, гормоны, красивые девчонки и прочее, прочее, прочее. Вот это вот аромат. Весна пропитана ароматом цветов. Но у нас это, у них там это орхидея, у нас это сирень, ландыш. Берешь тигуанин и погружаешься в эту атмосферу. Или девушку, например, пьешь его. Круто. Также и тайваньский высокогорный чай. Например, лишань улун. Улун с груши горы. Дэюлин. Это тоже мир цветов. Это цветочное разнообразие. И ощущение, опять же, цветочного нектара. А в сердцевине ароматы этого чая, ну, опять же, я бы сказал так, что во всех улунах, помимо того, что вот эти три крупных градации можно взять улуны цветов, улуны фруктов и улуны странные, внутри каждой из этих трех групп есть еще сама квинтэценция чая, дно аромата или основное его тело. Основная тема ведущая. Вот в цветочных чаях это тема цветочного нектара. Она очень-очень приятная. И наличие сливочной нотки. Вот эта сливочность, молочность, ну, мама родина сгущенка, вот, такой родной, приятный аромат молочного крема, там, тортика какого-то приятного, типа Наполеона. Вот это все есть в структуре, в зерне цветочной темы чая. То есть, с одной стороны, они нам давят цветы на первом фоне, то есть, вдыхаем, мы сразу туда в весну, в любовь погружаемся, в сирене ландыши. А потом дышим больше, глубже чаем, подносим к носу чаха или чашку, и мы ощущаем сливочный аромат, аромат крема молочного. Вторая тема, фруктовая. Хочется фруктов. Понятно, что это вот сейчас на топе сентябрь, пора, когда варят варенье, когда буйство фруктовое, когда собирают вот эти плоды. Причем фрукты-то в лунах необычные. Там есть и айва, и слива, и куча разных новых ощущений для нас. Например, субтропические фрукты есть очень приятные. Бывает там оттенок дыни, бывает оттенок каких-то совершенно необычных фруктов, типа гуавы, например. То есть, не нужно, как говорится, в тропике ехать и лететь в крутой дорогой магазин, где фрукты продают. Можно просто эти ощущения получить, не отходя от улунского чая. Какие же это улуны? Ну, во-первых, улуны из района Уишань, сейерой провинции Фу Дзянь, где растут такие чаи и делаются замечательно, как Дахун Пао, большой красный халат. Айдзяо, чай-коротконожка. То есть, когда чай этот начинаешь заваривать, ты вот в это фруктовое буйство, богатство погружаешься невероятных оттенков. А в сердцевине аромата и на дне его аромат фруктового варенья. То есть, сначала свежеразрезанные вот эти фрукты, их буйство, это процесс вот этого жевания, наслаждения фруктами, классными, ароматными. А потом, в качестве бонуса приятного ощущения, такого сердцевинного, конфитюрного аромата. Вот эта конфитюрность и уваренность есть в каждой группе чаев. Вот. И мне вот, например, нравятся очень гуандунские улунские чаи. Они особенные. Их называют еще фениксовыми чаями или одинокими кустами. Это самый роскошный, шикарный чай улунский, китайский, на мой взгляд. Он как парча, расшитый цветами, как самая дорогая ткань. И в нем есть еще фишка, как дополнительный бонус, приятный, перечный, имбирный вкус. Крайне экзотичный, острый, как льдинка на языке. Очень приятный. Потому что, когда такое ароматическое буйство, а вкус пресноватый, это создает ощущение, которое не всегда комфортно в полной мере. А здесь остринка, она немножечко дает тот самый приятный такой вкусовой укол, приятный оттенок, который нам дает возможность вкусом чая в полной мере насладиться своего аромата. Ну и третья группа странный чай. То есть, вот в улумах есть то, что похоже на шу пуэр, который мы пьем сейчас. Это чай, которые вступают в творческое взаимодействие со временем. Есть сильно прожаренные чай, которые состарены, а есть те чай, которые являются собственно лао-ча, старыми, то есть, которые кладутся на хранение. И там появляется у старых чаев оттенки шен пуэра, у состаренных чаев оттенки кофе. Пьешь такой чай в послевкусии возникает, как будто кофе с мороженым попил, именно с мороженым. То есть, приятный бонус кофе с мороженым. То есть, можно кофе не пить, а те же ощущения, которые есть в кофе, получить от чая, от чайного листа. Ощущения вкусовые и ароматические, да? Да, вкусовые, ароматические и в послевкусии даже. Есть там оттенок сигары, хорошего, дорогого табака, каких-то там совсем-совсем южных красавиц. Вот, вообще странные оттенки присутствуют. Вот, когда хочется странности, экзотики, когда ты такой в душе какой-то там колонизатор, исследователь странных миров и в плане вкуса, и в плане аромата, поэтому любителям такой трэшовой экзотики, тропического леса, сигар, кофе, латинских красавиц, или тех, которые живут еще южнее, вот, самое время обратиться к странным улунам, странным улунским вкусом. Кстати, я вот сейчас подумал, что-то я не могу понять, а какой же у них сердцевинный вкус. Но сердцевинный вкус вот этот, видимо, все-таки вот этот бонус, как кофе глиссе, кофе с мороженым. Очень приятный. Прямо в горле рождается, да. Именно вот составим в чаях. Ну что, я думаю, что ответ достаточно исчерпывающий на сегодняшний момент. Конечно, можно говорить до бесконечной... Но мы, опять же, сегодня отталкивались от внешности. Как отталкиваться от внешности перейти к внутреннему? То есть, к тому, чтобы чай подействовал. Я убежден, что для того, чтобы чай с вами вступил в взаимодействие, и чтобы все то волшебное от чая было, о чем мы часто говорим, нужно, чтобы он был приятен внешне. Чтобы был приятен внешне, нужно выстроить свою систему понимания чая. где мы хотим оказаться? Ну, мы дали систему координат на текущий момент, показали как бы три вида, рассказали о конкретных сортах, которые можно в каждом из них выбрать, как поизучать, полегустировать, посмотреть, как запросить у себя, получить внутренний лоток. У Луны цветы, фрукты и странности. Сделать правильный выбор. Все. Всем спасибо. До встречи.